Наш очередной материал про ход голосования на избирательных участках в Медколледже, Транспортном техникуме и 5-й гимназии Кызылы, где также фиксируют высокую явку избирателей. Конечно, отрадно, что кызылчане показывают активную гражданскую позицию, в то же время невольно складывается ощущение, что люди соскучились по выборам. 24-й избирательный участок расположился в здании Медицинского колледжа Кызылы. Здесь, как и на других участках, большой поток избирателей. Особенно утром. Люди, чтобы получить заветный выборный бланк, стояли в очереди. С момента открытия население идет как бы активно. Утром даже большие очереди у нас образовались. Я считаю, что народ активно ходит, голосует. Нестандартных ситуаций у нас не было. Значит, на 10 часов у нас было 220 избирателей проголосовало, а через 2 часа, то есть на 12 часов уже 823. Помимо этих 823 человек, значит, особенность нашего участка заключается в том, что на территории нашего участка расположены больницы. Их 6 штук. Что же касается выбора общественных пространств, то жители района Медколледжа предпочтение отдавали скверам. Избиратели с большой охотой принимали участие в выборе объекта, который должен появиться в Кызыле, по программе формирования комфортной городской среды уже в этом году. В 8 утра до 12 все очень активно голосует население. В основном большинство выбирают парк, может быть, младежный сквер и ангарский. Сознательность населения в деле выбора главы государства действительно радует. И каждый избиратель считает, что его голос обязательно должен принять участие. Это мой долг, гражданский долг, вот и ходить, именно голосовать. И поэтому, я считаю, от многих зависит наше будущее. Поэтому надо каждому идти и голосовать. А это транспортный техникум, бывший автодор. Здесь также много народу было с утра. К обеду поубавилось, но процесс идет, и ежеминутно сюда приходят избиратели. Каких-либо внештатных ситуаций не происходило. Голосование идет очень активно. С утра с 8 уже избиратели наши подошли. На данный момент более 1100 с лишним человек уже проголосовали. Активность избирателей очень хорошая. Настрой хороший. Примерно где-то 2300. Население 4-го микрорайона Кызылы тоже со всей ответственностью подошли к выбору общественного пространства. И как заверяют члены комиссии, то горожанам по душе, когда к делу определения территории и объектов подошли именно в таком ключе. Голосование идет активно. Так как с утра же даже школьники подходили. Первым школьникам от 14 лет выдали призы даже. И даже пожилые в возрасте пришли. Им тоже книжка Центра Азии. Активно голосуют. Они предпочитают Калинина. И предпочитают некоторые Правобережные. И даже аэровокзальные тоже предпочитают они. А тоже некоторые хотят те участки, в которых не вошли в список. Понимаете, да? Им хочется, чтобы эти участки тоже добавили к этому проекту. А так, в основном, все желающие ходят, голосуют. Они рады, что именно вот так голосуют. Серьезно получается для них. А когда просто на словах делают, им неинтересно. А когда вот так сделали, именно вот бюллетень им дают, им хорошо получается. Они уже верят, что будет уже работа начнется, говорят уже. Именно вот на это ссылаются, что бюллетень им дают. Люди старшего поколения четко знают, что выборы – это та самая процедура, когда решается дальнейшая судьба государства, и тут обязательно надо идти и голосовать. Причем идут люди на выборы с приподнятым настроением и почти как на праздник. У нас сегодня решительный день. Мы выбираем президента России. Я пришла голосовать за президента, который для нашей страны будет сильным. И наша страна, благодаря всему тому, что запланировано в программе, оно исполнится. Я верю в него. Это сильная личность, неповторимая личность, легендарная личность лично для меня. Я за сильного президента. Я призываю граждан всей нашей республики, нашей страны прийти и обязательно проголосовать, потому что от этого зависит наше будущее. Как дети, как внуки, как правнуки наши будут. В конце концов, какая наша будет Россия в будущем. И я думаю, вот от того, что мы проявим свою гражданскую позицию, это наш вклад в то развитие, которое получит наша страна, наша замечательная Россия. В пятой гимназии Кызылы работают сразу два избирательных участка – Ангарский и Московская. Участки обслуживают большую часть населения города и разделение вполне оправдано. Явка избирателей, активно идут избиратели к нам на участок, не только к нам, на другой участок, и на городскую среду, которая здесь голосует параллельно. Никаких у нас не было таких неожиданных ситуаций. Люди, которые хотят проголосовать на нашем участке по заявлениям, активно голосуют. Есть те, которые голосуют не только по заявлению, пишут на местах заявление, потому что они, может быть, не успели, или, может быть, где-то на работе были не успели продать. И поэтому приходится нам выдавать заявление и им. Поэтому голосуют у нас все те, кто захочет проголосовать. Население приходит сюда целыми семьями. Так, врач Салды Сандар пришел на голосование с женой и ребенком. Что еще раз говорит о том, что выборы – это вполне семейное мероприятие. Для меня на выборы ходить – это выбрать сильного кандидата, который будет в дальнейшем развивать нашу страну. Ну, президент же, он как главнокомандующий, отвечающий за оборону нашей России, за дальнейшее развитие экономики, всей структуры. И сегодня очень важный день для меня, чтобы проголосовать за своего кандидата. Не обходят стороной избирательные участки и молодежь. Подростки, дружные команды, по 4-5 человека приходят сюда. Конечно, они голосуют лишь за общественное пространство, но, видимо, для них быть причастным в деле выборов. Главы государства – это своего рода некое достижение. Продолжение следует... Продолжение следует...